Всем привет дорогие друзья! С вами канал Китай стал ближе и у нас новая посылочка с Алиэкспресс. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале Китай стал ближе. Посылочка эта у нас интересная, ну как всегда они все интересные. Шла она 42 дня, а цена 7 долларов 43 цента. Трек номер отслеживался, все было замечательно посылку. В принципе я ждал, потому что снимаю с петличным микрофоном, а здесь микрофон у нас пришел на стоечке. Пришел микрофон на стоечке, давайте откроем. Честно говоря ничего не понимаю в этих микрофонах, какие они, чего они. Мне самое главное, чтобы был звук. Все, пакет пустой. Конденсаторный микрофон. Что-то здесь показана, какая-то схема по децибелам. Это, я так понял, восприятие звука по окружности микрофона, с какой стороны лучше воспринимается модель. Значит, вот такой вот микрофончик, модель SF666. Жуть, одно название кошмар наводит. Давайте откроем и посмотрим. Приходит он вот в таком вот блистере. Вот в таком вот блистере. В комплекте стоечка и сам микрофончик. Давайте посмотрим, что еще написано на блистере. Значит, 660 модель. Штекер 3,5 мм. 3,5 мм. 1,5 Вт. 50 Гц. 36 децибел. 2 метра шнур. 2 метра шнур. Вот такой вот классный микрофон. Вот, значит, стоечка. Что я сам могу сказать по микрофону? Приятный на ощупь пластик. Вот здесь вот резиновое колечко. Сам провод, я так думаю, силиконовый, мягенький. 2 метра нету. Вранье 1,5 метра. 1,5 метра в шнуре. Почему? Знаю, потому что размах рук у меня ровно 1,5 метра. В шнуре 1,5, а не 2 метра. 1,5 метра здесь указана модель 660. Здесь указана модель 666B. В нём 1,5 метра. Но здесь написано, что это модель 666. Так что здесь должно быть 2 метра. Ну, не знаю, не знаю, какая именно эта модель. А сейчас мне нужен будет ноутбук. Ноутбук, подключу ноутбук. И давайте попробуем... А даже не ноутбук. Я сейчас подключу к камере. Подключу к камере. И давайте послушаем, какой же получится звук. Так, микрофончик я подключил. В данный момент я не могу, конечно, слышать, какое звучание. Но в момент того, как буду обрабатывать видео, я услышу, какой же был звук. И что у нас с этим микрофоном. И, как всегда, уже по привычке, вот здесь вот сейчас вам покажу продавца. Продавца на этот микрофон. Чем мне нравился петличный микрофон? Петличный микрофон, конечно, пишет хорошо, но он очень чувствительный. Чуть его где-то заденешь, уже лишние шумы. А вот этот вот конденсаторный микрофон, я думаю, будет лучше записывать. Потому что его, в принципе, поставил, да. И ничего, никто его не трогает, ничто его не дотрагивается. И уже можно спокойно записывать звук. Еще хочу, пришла веб-камера. Был обзорчик недавно, здесь снизу поставлю ссылочку. Был недавно обзорчик веб-камеры. Веб-камера слабовата. Сейчас посмотрю, что на Новый год. Может быть, может быть, выпрошу. Или, может быть, как-нибудь сделаю. Может быть, найду. Не знаю пока, другую веб-камеру. Вот. Ну, а на этом обзор закончен. Вот такой вот микрофон. Хотел бы по нему, конечно, рассказать побольше. Ну, на самом деле, ничего не понимаю в микрофонах. Самое главное, чтобы был хороший звук. Выглядит классный. Шнур классный. На ощупь тоже прикольно. Приятно держать в руках. Приятно держать в руках. Хороший штативчик. Хороший штативчик. Ну, в принципе, все. По крайней мере, все качественно собрано. Ничто нигде не отваливается. Выглядит симпатично, красиво, как вы можете видеть. Довольно-таки симпатичный микрофончик. Так что, вот такой вот микрофон. Ссылочка будет в описании. Фотографии будут в группе ВКонтакте. Заходите, смотрите, комментируйте, рассказывайте. Кто что может рассказать про этот микрофон, расскажите. И я поделюсь другими. Выложу в группе ВКонтакте ваши комментарии. И можете сами, конечно, в группе ВКонтакте прокомментировать. Что хорошего можете сказать по этому микрофону. Хорошего или плохого. Да, дорогие друзья, участвуйте, участвуйте в беседе. Мне очень приятно, когда вы комментируете, отвечать на ваши комментарии. Ну, а на сегодня все. Всем пока, до новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо.